Привет! Сегодня будем говорить про места проведения мероприятий. Точнее, про необычные места, которые, возможно, у тебя не числятся в списке основных. Но иногда для того, чтобы сделать какое-то пикантное мероприятие, вполне стоит их рассмотреть. Открытка к сегодняшнему выпуску вот такая. Как обычно, это дизайнерская коллекционная открытка. Для того, чтобы ее получить, досматривай до конца, отвечай на главный вопрос выпуска и жди почтальона. Собственно, зачем нам удивлять гостей? И зачем вообще заморачиваться? Есть какие-то кафе, рестораны, банкетные залы, даже лофты, которые сейчас практически в каждом городе популярны. Но если мы говорим про среднестатистического посетителя мероприятия, это все-таки уже человек искушенный. Потому что мероприятия проводятся все больше и больше. Все больше компаний и брендов понимают, что привлечь внимание аудитории не так легко. И стандартные каналы продвижения, такие как телек, радио и прочее, они, конечно же, работают. Но ничего не дает более тесного контакта и более сильного повышения лояльности, чем хороший ивент. И решение о том, идти или не идти на мероприятие, очень часто зависит и от идей, и от места проведения. И для того, чтобы обеспечить высокую посещаемость, это один из ключевых параметров любого ивента, тебе, конечно, стоит заранее позаботиться о том самом месте, где соберутся твои гости. Кстати, у меня вот здесь в этом ролике рассказано как раз про цифры, про то, что вообще для маркетинга и для бизнеса дают ивенты. Поэтому обязательно посмотри, здесь интересная статистика. Ну, а если мы возвращаемся к местам, то, конечно же, необычное пространство, необычное место, это очередной повод посетить мероприятие и, конечно же, завоевать любовь твоего гостя. Первый вариант – это бункеры. Это необычные помещения, которые служили для защиты, в общем-то, людей в какие-то горячие наши периоды истории. И эти бункеры, они есть практически в каждом городе. Я однажды была на мероприятии в таком бункере, это было в Москве, и, собственно, мероприятие делового характера проходило на уровне минус 300 ступенек вниз. То есть ты идешь по улице, совершенно не подозревая, что, оказывается, где-то здесь бункер, спускаешься на эти несчастные, вернее, ты несчастен, когда ты по ним спускаешься, на эти 300 ступенек, приходишь туда, в легкой, естественно, своей летней, например, одежде, а там холодина, и там еще, к тому же, с акустикой все очень плохо, потому что, естественно, эти бункерные стенки, они не предусмотрены для того, чтобы там ставили колонки. В общем, это те косяки, которые я на тот момент для себя отметила, но, тем не менее, само по себе пространство и вот этот формат, когда ты во что-то такое загадочное погружаешься, это, конечно, интересно. И для конференции, и для какого-нибудь дружеского вечера в том числе, ну, то есть в зависимости от твоей фантазии. Музеи. Конечно, музеи бывают разные, и в некоторых просто физически нельзя ничего сделать, потому что все за семью печатями, а некоторые музеи вполне френдли, и они открыты сейчас для того, чтобы современное искусство, например, и люди объединялись, и иногда ивенты как раз-таки являются вот этой самой объединяющей силой. Вот я, например, проводила в музее художественном и в музее современного искусства, где можно какие-то арт-объекты посмотреть, причем мы там делали показ, например, рекламных роликов, и тут же у нас, помимо классного креатива, подборки такой, в общем, мировой, мы видим работы современных художников. Ну, мне кажется, клево, здорово, но как-то все в общем стиле смешивается. Знаю, что и фэшн-показы делают в таких местах, и, естественно, просто корпоративы, и это могут быть квесты, в общем, все зависит, опять же, от музеев и твоей фантазии, как всегда. Крыши. Куда же без крыш? Если у тебя нормальные, осознанные гости, если у тебя нет в команде детей, потому что крыши и дети – это несовместимые понятия, если, конечно же, у тебя должный уровень охраны и огороженности, то крыша – это, конечно, суперэмоциональный вариант, особенно на закате, особенно на хорошей большой высоте, это запомнится надолго. Я, например, такие мероприятия делала и для узкого круга друзей, и для корпоратива, для открытия определенных заведений. Ну, собственно, крыша – это класс, если у тебя хорошая погода, и если ты все предусмотрел в безопасности. Транспорт. Ну, я не знаю, как ты относишься к общественному транспорту, я, например, совершенно прекрасна, если мне нужно куда-то добраться быстро, весело, ну, например, на метро или даже где-то на трамвайчике. Да, салон автомобиля неплохо, но если ты посмотришь немножко под другим углом на транспорт, ты увидишь, что можно его использовать и для неплохой вечеринки, или, например, для какого-то даже полуделового мероприятия. Конечно, транспорт имеет свои особенности, когда у тебя движется что-то, ты не можешь сильно сам передвигаться, к сожалению, но есть вариант, когда ты выбираешь спокойный маршрут, и что-то проводишь с людьми интерактивное, что им не нужно вставать, например, или, там, двигаться очень сильно, то вполне можно использовать автобус, троллейбус, трамвай или, конечно же, самолет. Вообще, супер офигенные мероприятия можно делать в самолете, если у тебя позволяет бюджет. Например, ты из точки А пока летишь в точку Б, развлекаешься, обучаешь, например, людей, ты делаешь какую-то конференцию внутри самолета, потом они довольны и счастливы, и все приземляются, у тебя какой-нибудь вечерний голоужин в другом городе, и потом они точно так же летят обратно. Если у тебя все предусмотрено с угощениями и с развлечениями, то, я думаю, люди будут точно счастливы. Еще один прекрасный лиричный вариант – это замки, какие-то дворцы или фамильные усадьбы. Конечно же, не в каждом, к сожалению, территориальном уголке нашей страны или даже с пределами страны есть такая красавища, но если она есть, обязательно обрати на нее внимание. Это могут быть по церемонии награждения, например, в каком-то дворце, какие-нибудь винные мероприятия, если ты на фамильную усадьбу приглашаешь своих гостей, проводишь, опять же, либо деловой какой-то формат, либо это может быть вечеринка просто развлекательная или корпоратив, или все что угодно, но при этом ты можешь снабдить это какими-то культурными завязками, ну, как я уже сказала, про винные мероприятия или про какой-нибудь литературный вечер, и все это прекрасно подойдет для стен какого-нибудь хорошего, загородного, фамильного, как это сказать-то, боже мой, как это называется, поместье, вот поместье. Ну, и если у тебя, например, бюджета не хватает, или у тебя нет просто в окрестностях вот таких фамильных усадеб, можно просто найти классный загородный дом, или, ну, какой-нибудь, может быть, даже не дом, а там ряд домов объединенных, ну, в общем, разные бывают постройки, и на самом деле практически в любом городе есть те дома, которые пустуют, ну, то есть у них есть хозяева, с домами все хорошо, но там не живут, то есть их могут сдавать в аренду. Если заранее позаботиться этим вопросом и, собственно, найти такое прекрасное место, у меня вот был такой опыт, то мероприятие обещает быть интересным и таким, скорее, неожиданным для гостей, потому что если ты приглашаешь в частный дом, это всегда максимальная близость, теплота, и, конечно, если твои деловые партнеры, они приезжают вот так за город, пускай они к тебе домой, это чужой дом, но, тем не менее, у них ощущение, что ты к ним вот со всей душой. Поэтому, если хочешь наладить даже на высоком каком-то VIP уровне контакты, то вполне можно использовать и рассмотреть вот такой вариант. А еще, кстати, там бывают бассейны или какие-нибудь развлекательные зоны, какие-нибудь домашние кинотеатры большие, то есть там вариантов развлечения может быть масса. Кстати, искать такие объявления о домах, естественно, можно на открытых порталах, например, Airbnb. Например, фильм «Мстители», всем известный, который продемил недавно на весь мир. Одна из ключевых сцен этого фильма снималась в доме, который сейчас как раз можно арендовать с помощью Airbnb. Поэтому ищи такой дом или похожий, ну или какие-нибудь, которые есть рядышком с тобой, и точно получишь необычные впечатления гостей. В общем, правило с милым рай и в шалаше для хороших ивентов не работает. Шалаши для этого не очень подойдут, и, конечно, если ты устраиваешь ивенты каждый раз в одном и том же кафе или банкетном зале, тоже тебя вряд ли посчитают интересным и креативным. Поэтому включай фантазию, смотри сайты, смотри на опыт своих коллег, смотри мои ролики, в конце концов, я обязательно что-нибудь интересное здесь буду рассказывать. А сейчас главный вопрос. Расскажи, какое самое необычное место ты посещал, ну или, например, видел, подсмотрел где-то у своих знакомых, где проводили мероприятие, давай пополнять список вместе. А я, как всегда, отправлю открытку, которая к этому выпуску дизайнерская, коллекционная, в общем, специальная и всего лишь тиражом 50 штук. Они пока что лежат у меня целенькие, готовые и ждут твоего ответа. Так что подписывайся на канал, буду ждать твоих комментов, ну, конечно, лайков, мне приятно, когда ты там лайкаешь. Ну, в общем, что-нибудь ставь, я буду все равно рада быть на связи и писать для тебя следующие ролики. Пока! Кстати, искать можно, естественно, на каких-то открытых источниках, в порталах, например, на Airbnb. Еще раз. Там же есть дом, в котором снимались... Еще раз. И вот этот дом сейчас там выставлен, можно ехать, арендовать. Я все никак не арендую, но вот как запишу, так обязательно съезжу и расскажу. Пока!